Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Постоянный клиент. Зигфри не может забыть вкус нефритовых мешочков. А хочет полакомиться именно еще раз. Всем привет, друзья! С вами Стосянчик от канала Стосянчик ТВ. Мы сейчас будем выполнять квест «Поговорите с Зигфрией». Находится она в Спрингвейле? Сейчас посмотрим. Честно говоря, не знаю, выполнял я до этого какой-то такой квест не выполнял. По мелким квестам я не мастер. Время от времени делаю всякие видео небольшие. Ну, посмотрим. Все, кто давно меня смотрит, они знают, что маленькие видео это не мое. Так, давай поговорим, почему опять хочется есть... О, это ты замечательно, помнишь меня? Сианлин, кулинарный поединок. Это я, Зигфри. Ага, вспомнил, ты как раз вовремя. Могу я попросить тебя кое о чем? Чем я могу помочь? Помнишь, в прошлый раз ты делал нефритовые мешочки? Я до сих пор помню их вкус, они были прекрасные. Поэтому я хотел попробовать сделать их сама, но такое чувствую, что в них постоянно чего-то не хватает. Я думаю, что если продегустирую еще несколько раз, то смогу воссоздать этот вкус. Ты не мог бы снова сделать для меня несколько нефритовых мешочков на пробу? Я сделаю это. Замечательно, спасибо тебе большое. Я буду ждать тебя здесь. Хе-хе, нефритовые мешочки. Я наконец-то попробую их снова. Ну, я так полагаю, они у меня уже есть? Да, у меня есть. О, уже готовы? Ах, эти овощи, это неповторимое сочетание вкусов ветчины и семян лотоса и бульон. Это тот самый вкус, все как в прошлый раз. Спасибо, что специально пришел и приготовил для меня это блюдо. Я должна сейчас же все записать. В следующий раз я точно смогу сделать идеальные нефритовые мешочки. И тогда приходи попробовать. Вот такое вот мелкое задание. Ладно, раз уж я начал записывать и ничего нам такого не дали. Давай тогда... Сбегаем, выполним ежедневки. Уж извини, что на запись. А придется. А то че, я один что ли, все, вот так вот бегаю тут. Постоянно сам. Тебе тоже придется все это смотреть Если что, можете в комментариях написать С какой минуты будет тестовый забег Потому что по названию Все наверняка придут сюда за тестовым забегом А я тут выполняю ежедневные квесты А вот как-то так Это вот часть контента Часть контента Это мой канал, мои правила Как хочу, так и делаю Заведи себе канал и веди там свои правила Вот Так что побежим, побежим Я сейчас еще это, да У меня тут есть один человек, мне все время говорит Ты время от времени начинаешь говорить Не про ту игру, которую вот проходишь А начинаешь про другие И сейчас вот тоже начну, сейчас начну Сейчас вот возьму и начну Вот я не знаю, я вот сейчас сабнафтику прохожу Хочешь про сабнафтику расскажу У меня там уже такое количество видео сделано Что ваши комментарии по сабнафтике Мне не помогут Я нахожусь в отпуске, я тут просто сижу И уже второй день подряд Я сижу и записываю Сабнафтику Потому что я планировал ее пройти до этого Как его называется До выхода Белову и Зеру Ну до релизной версии Она где-то в мае будет, сейчас вот апрель Я прохожу, прохожу целыми днями в сабнафтику Да, там выходит серия по полтора по два часа Ну и что поделать? Что, я вырезать буду сидеть, что ли? Вы не на того человека попали Что я, я буду Я думал, он слетел куда-то Короче, вы не на того человека попали Я не из тех, кто что-то начинает там как-то вырезать Бывает время от времени там, да? Иду на уступки, что-то делаю такое Но, блин Ты сам пробовал вот все вырезать Это только геморроя? Не, я таким Таким сумасшествием заниматься не буду У меня нет столько свободного времени, чтобы этим заниматься Так что вот Смотри, смотри, вот этот вот кантер Я тоже думал, такое включу А вдруг я типа ачивку получу, еще что-то А это тоже место на жестком диске, извини Это все вырезать надо Так что нет, нет У меня там есть пару квестов, которые я записываю И когда я их там выполню, получу Если вдруг какие-то ачивки, я их выложу А если нет, я их даже выкладывать не буду Это то, что я предполагаю, что возможно будут ачивки Я же из тех людей, которые не пользуются басданных Я же упертый Я же в этом плане упертый Так Так что Ничего не упускаем От твоего взгляда К тому же Что это у меня тут провод весь запутался Вот смотри Вот это тоже вырезать не буду Все, надоело Надоело мне все вырезать Не буду я ничего вырезать А то все вырезаю, 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 вырезаю У меня там есть один секретный проект Он тоже по два часа серии идет И я все вырезаю, вырезаю из него, вырезаю, вырезаю Уже второй год его вырезаю Вырезаю, так захожу в него время от времени Что-то там делаю У меня половины серии уже выложены В ютубе закрытой Закрытой папочки А половина у меня На жестком диске валяется Еще не обработанной никак И че я тут Че я должен что-то кому-то? Нет, никому и не должен Так что Хватит с меня этого Не, вон, аэростат еще целый Не дать ему вон Добраться До места посадки, так сказать Сейчас вот так Вот так Хе-хе-хе Ну да, меня в принципе урон деда устраивает Вообще прям Ну давай Эти Эти Отлично А, так вы еще и не из этих, да? Ха-ха Я думал, это которые с аэростатом появляются А это 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 нет, оказывается Это не те Не те, которые с аэростатом появляются Так, прекрасно И чрезвычайная ситуация Глаз буря И все И мы идем-идем на тестовый забег Проходить Так Блин, мне еще потом надо будет Ну ладно, это я с маму забагрю Найду куда Найду куда А че у меня надеты Я че-то Артефакты На что? У меня увеличивает прочность щита на 35% Вот я хочу вот это Под защитой щита увеличивает Ааа Обычные заряженные атаки Я из-за этого таскаю его Все, я понял Я просто тут сидел, думаю Типа че я Дедом Нафига я ему щит укрепленный ставлю А оказывается нет Все-таки Все-таки я правильно делаю Я же целый Если бы я использовал только половинку То нафиг она естественно нужна Проще было бы Использовать второй сет А раз я использую целый сет То да Лучше уж так Ну такой мне стиль игры Не нравится Там можешь читать гайды И еще что-нибудь рассказывать Меня так вот устраивает Меня устраивает Что у меня у деда Пипец какой Огромный щит Вот давай Спускайся Че ты не спускаешься Спускайся давай Вот Меня вот этот урон Более чем устраивает Не знаю Кого как Но Так вот и все Получается Что-нибудь дал мне О че-то дал Че-то дал Какой-то артефакт Чайная кружка Инструктор класс Так Хорошо Это мы выполнили Типа Получили Тридцать второе Уже смотри У меня крутки здесь есть какие-нибудь По-моему ничего нет По-моему я в прошлый раз все крутил Да у меня здесь ничего нет Уже 4100 кристаллов Вот так вот Вот так их надо копить Вот так их надо копить Мы их копим на следующего деда Копим на следующего деда И все А что я прямо здесь могу начинать Тестовый забег проходить Пошли Тестовый забег Так Чайлда я буду быстро проходить Фишель тоже буду быстро проходить Потому что на канале они у меня есть Захочешь Зайдешь Посмотришь Найдешь там где-нибудь серию Они так и называются Можешь набирать Прямо стасянчик Хоть на русском Хоть на английском Тестовый забег И такой-то персонаж Так А персонаж Во время применения элементального навыка Розария Рывком забегает за спину врага И наносит ему кривый урон копьем Взрывом стихии После кругового взмаха Своим оружием Она вонзает ледяное копье в землю Пока активно Ледяное копье Периодически выпускает холодный воздух Который наносит кривый урон Окружающим врагам Так Хорошо Все записывается Все прекрасно Так Дали нам только одну розарию Намекая что она в принципе одна Способна со всем справляться Да Вот такие у нее атаки Дальше Стандарт Вот она как За спину Должна Заходить А если держать Ничего не изменится Да Ничего не меняется Вообще Ничего не меняется Ну что Поехали Поехали читать Про нее все Характеристики Вот такие у нее Примерные характеристики Сила атаки Полторы тысячи Мастер сосеки Сорок два Очень интересно Ей почему-то больше На защиту скинули Ну пускай Копье драконьего хребта Бонус физ урона 62,9% Да Ага Заряженная атака Меньше Драконьего хребта Это да Четырехзвездочный Это По идее По квесту Там у всех вроде бы Должен быть Да Так Рыцарь крови Неожиданно Вот так Четыре Причем Полный собранный сет На рыцарь крови Причем смотрите Артефакты 18 плюс Какой наш контент Наш контент Правда 16 плюс Но все равно Так Увеличивает физ урона 25 После победы Над противником Увеличивает Тройную зазарь На 50 Мнолит стоимость У нас Заряженная атака Короче Заряженная атака Говорят Пользуйтесь Сосвездие Откровение грешника Откровение грешника В уровне 1 Сосвездие 1 При критическом попадании Скорость и урон Обычной атаки Розарь повышается На 10% В течение Четырех секунд Это хорошая вещь Увеличивает длительность Так Несчастная земля Уровень Созвездие 2 Увеличивает длительность Существование Ледяного копья Навыка Обряд кончина На 4 секунды Это я так понимаю Обряд Как-то звучит Не очень красиво Обряд кончин Да Это ульта Это ее ульта Так Увеличивает урон Уровень навыка Казнящая Исповедь На 3 Это таинство Покаяния Это Вот это вот Которая за спину Заходит Ешка ее А благодатные муки Четвертое созвездие Крит Подай навык Казнящая Исповедь Восстанавливает 5 единиц энергии Розария Может возникнуть Не более одного раза За каждое использование Навыка Казнящая Исповедь Ага То есть Один раз использовал Но это Это Говорят Пользуйся Ешкой Хорошо Присмертная молитва Пятый уровень Созвездия Увеличивает уровень навыка Обряд кончин На 3 Понятно Это ульту Увеличивает И божественный Суд Шестое созвездие Атаки Навыка Обряд кончины Понижает Физ Сопротивление Врагов На 20% В течении 10 секунд То есть Она наподобие Беннета У нас Короче Только не хилит Так Боевые таланты Копьё 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 Оказаться Плохо Копьё 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 А можно Чуть Меньше Если Например Там На 30 Сделаешь То у тебя Уже Считай Будет 42% Крита Практически Постоянно С учётом Что Откат 6 секунд У навыка Тут Можно Ну Понятно Одна секунда Роли Не играет Пассивный Талант Поддерживающая Тьма Активация Навыка Заключительный Обряд Что за Заключительный Обряд Я не понимаю Активация Навыка Заключительный Обряд Увеличивает А Это Поддержка Тьмы Скорее всего Я так Полагаю Подожди Я не понимаю Всё равно Увеличивает Шанс Крит Попадания Всех Членов Отряда Кроме Самой Розари На 15% От шанса Крит Попадания Розари В течении 10 секунд Добавленный Атаке Образ Добавленный Таким Образом Шанс Крит Попадания Не может Превышать 15% Что за Заключительный Обряд Это Вот этот Обряд Кончина Имеется Ввиду Ну Получается Да Получается Они Там перевели По одному Здесь По другому Это было В какой-то Игре Так Через Жопу Было Читать Просто Отвратительно Если Это Заключительный Обряд Вот Это Вот Так И скажите Заключительный Обряд Получается На 15% От шанса Крит Попадания На 10 Секунд То есть Крит Попадания Еще Увеличивает Всем Членам То есть Если У нее Будет Грубо Говоря Если Ее Делать Саппортом То Ей Нужно Крит Попадания Увеличивать Потому Что Чем Выше Будет У нее Крит Попадания Восстановление Энергии Что Логично В принципе Будет Ну И Крио Урон Чтобы Была Атака От Ульты Она Ставит Ульту Профигачивает Все Получают Крит Попадания Выше И По Созвездию Тут Еще Что Получают И Попадают Еще Вот Сопротивление На 20% Физического Сопротивления От Навыка Вот Так Неплохо Выглядит Выглядит Очень Неплохо Ладно Так И Пассивный Талант Путь В ночи Увеличивает Скорость Передвижения Персонажей Отряда В ночное Время С 18.00 До 6.00 На 10% В подземельях Витой Бездни И подземельях Наказания Навык Не действует И со Схожими Пассивными Талантами Не суммируется Ну Просто Просто Как обычный Бонус Просто Чтоб Было Прикольно Я не знаю Так Озвучила Такая Это День Рождения 24.01 То есть Она у нас Январская Группа Церковь Фавония Глаз Бога Крю Созвездие Терновый Венец Терновый Венец Вот он Да Будем Знать Что это Такое Кроме Ее Одеяния Ничто Не напоминает О ее Принадлежности Церкви Известно Своими Холодными Речами И резкими Поступками Всегда Действует Одна Понятно Ну Давайте Посмотрим Как она Действует Всегда Одна Нам ее Даже В забеге Дали Одну Если уж На то Пошло Вот мы Набрали Ульту Оп Вот такая Ульта Класс Очень Класс Вот Против Слаймов Вот этих Прям Потрясающе Вообще Получается Против Водных Противников Вот И все Все До свидания Можешь Сказать До свидания Чувак Да Ей Короче Нужно Копить Так Чтобы Ульта Быстро Набиралась И атаки Такие Вроде И массовые И в то же Время Нет И вот Эта Ешка Е Она Прям Офигенно Комбинируется С обычными Атаками То есть Она Вот то Что Ее сделали На физ урона Это прям Прям Вот Правильное Решение Ладно Понятно Здесь Все Понятно С ней Посмотрели Все Увидели Ну Сейчас По-быстрому Прохожу Тарталью И за Эту И в принципе Все И на этом Заканчиваем За фишель Фишель А фишель У меня Как она Как фишель Или Как фишель Она Здесь Как кто Она же Фишель Да Или Фишель Да Она Фишель Все правильно Фишель Шель А то Я просмотрел Как у меня На канале У меня Так и написано Фишель А то А то вдруг Это Фишель Фишель А по факту Это Фишель ладно посмотрим честь здесь тартали нам дадут но это читать не буду это тоже то же самое каждый раз все одно и то же если они его как-нибудь изменяли даже небесное крыло по мудали вот это вот не факт что у него был бонус гидра но прикольно прикольно тоже классный персонаж но не не моего формата я вообще не моего формата но красных классный но не моего формата просто но смотрите у него гидро урон просто все уже опять ульта набралась обратно на лук переключились вот так постреляли постреляли так хоп 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 постреляли и так оп из лука выстрелили в зависимости от того в какой форме у него оружие в виде как это назвать то в зависимости от того и либо у него водные мечи стоят он тогда как косой ударяет вблизи либо же у него ульта когда берешь лук он просто просто выстреливает из него по площади зря ты не помер сразу такой лучник лучник потом хоп перешел и на давай атаковать всех обычной атакой тоже достаточно интересный персонаж не смотрел дали кого-нибудь ему в компаньон навряд ли потому что пятизвездочный звездочному здесь прямо на барник он и не нужен ну уж такой он настолько мощный что и не надо этого тоже самое либо выбираете джунгли либо выбираете этого если вы тарталью если вы бедный игрок как и я который не тратит деньги на эту игру вообще никак а если нет то выбирайте и того и другого и тот и другое они прикольны и вот фишель 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 тоже очень полезная у него прям с ней классно всякие цепи создавать вот тут как раз и эмбер и кею дают то есть с кея с кея она с ледяными атаками будет создавать как сказать замедление а вот с огненными будет создавать взрывы то есть по большей степени она разбрасывает врагов в а в в в вот и все тоже быстро всех разобрали извините что не посмотрел сейчас посмотрим вот этот сейчас посмотрим оружие у нее боевой лук фавония здесь у нее церемонию церемония древней знати то есть от ее ульты всем членам отряда сила атаки увеличивается на 12 секунд созвездий никаких восьмой как обычно и озвучка ну-ка у этих что тут стоит боевой лук фавония церемония тоже древние знать и этому древнюю знать далее это же меч фавония понятно короче вот как-то так достаточно интересный персонаж и она приятно она приятно ее и dd я обычно можно создавать и много кто с ней бегал только странно что здесь дают именно эмбер потому что она очень хорошо сян лин работает в паре пусть эмбер так эмбер эмбер же тоже должно быть где-то правильно ну и заряжает она атаку естественно молнии короче как то так как то вот все вот так вот так а вот один молодой человек не отвечает вообще не отвечает не хочет не отвечать не знаю почему не хочет отвечать на может что-то не видится вообще никакие не знаю так что на этом заканчиваем всем спасибо за просмотр всем хорошего дня хорошего настроения подписывайтесь на канал ставьте лайк если вам понравилось видео и всем пока пока спасибо за просмотр